Сейчас пришли домой, готовлю блюдо, заодно себе чаёк. Увидела у одного блогера, канал называется Саранча. На самом деле я готовлю мало по каким каналам, то есть по рецептам, да, чьих каналов, как вам сказать, здесь не то чтобы недоверие, просто мне нужен рецепт, действительно, либо хвалённый многими, да, либо прям чтобы человек, например, грубо говоря, там почти каждую неделю будет готовить какое-то блюдо. Я буду видеть, что у них в семье это прижилось, и мне станет любопытно. Вот, и тётя Люба, канал Саранча, очень сильно нахвалила одно блюдо, ну, ей там различные рецепты присылают, какие-то национальные блюда, и вот она готовит цыганское блюдо, Ризо называется. Мне понравился, в принципе, рецепт, как он, да, я не готовила, но там много кто хвалил, и семья тётя Люба оценила, она с мужем живёт, дядя Боря, и вот им прям очень-очень понравилось то, что без мяса и капуста. Я практически за любые эксперименты, где есть капуста, я очень сильно люблю капусту. Давайте вам красненько расскажу, потому что у тёти Любы есть, конечно, отдельное видео, но там как в форме трансляции, она проводит трансляцию и готовит там это блюдо. Вот, я вам могу быстренько, в принципе, рассказать. Сначала я натерла капусту, ну, всё на глазок, вот на такой вот тёрке. Затем я натерла сюда же болгарский перчик, у тёти Любы был красный болгарский перчик, я такой взяла. Затем морковка на крупной тёрке, просто уже на крупной тёрке, и помидорки. Помидорки нарезала такими, знаете, ломтиками, небольшими, посолила, поперчила, и всё это, значит, теперь, потом я перемешала вот так прям руками, и теперь берём и прям вот так вот приминаем, как тесто прям замешиваем, потому что всё это дело должно у нас пустить сок. Прям хорошенько посолить, поперчить, да, не забудьте. Оно у нас всё это потом сок пустит, да, ну вот, в общем-то, видно уже. Смотрите, переложила всё вот такую вот посудку по рецепту, автор перекладывал в ковш, но у меня как-то побольше получилось, всё это переложила, да, вместе с соком, и залила немножко водички. Всё это сейчас у нас будет протушиваться минут 15-20 на маленьком огне. Вот смотрите, тушится уже вовсю минут, наверное, 25. Я решила подольше. Сейчас я буду добавлять сливки. Если нет сливок, можно заменить молоком в перемешку с ряженкой, в общем, чем угодно. Где-то 200-250. Так, всё, залила, пускай это ещё тушится, и сейчас будем с вами поджаривать муку на сливочном масле. Дальше берём 3 столовых ложки сливочного масла. Вот как раз вот это дешёвое масло, которое, ну, написано, что масло, ну, а, да, это спрет. Вот, где-то, ну, 3 столовых ложки у меня, видите, получилось примерно пол пачки. И 2 столовых ложки муки. Сейчас мы сначала растопим масло, потом добавим 2 столовых ложки с горкой муки, и будем, значит, жарить, поджаривать, пока консистенция не станет густой. Потом добавим в нашу кастрюльку, пока у нас здесь вот тушится в сливках. Я газ ещё поменьшила. Так, не показала вам, как я поджарила муку в сливочном масле. Всё это быстро. Я перелила сюда, очень прям сразу классный аромат пошёл. Всё, и сейчас буду выключать, потом пробовать. Вот такое красивое блюдо. Вот такое вот блюдо получилось. Сейчас буду пробовать. Я съела всю тарелку, прошу прощения, я просто, чтобы камеру в руку не брать, я здесь рядышком. Я съела всю тарелку этого блюда. Это очень-очень вкусно и очень удивительно. Знаете, капуста, она как сливочная, у неё такой интересный привкус. Ну, это совершенно даже не тушёная капуста. Очень, правда, вкусно. Единственное, знаете, мне показалось немножко кисловатой, но, возможно, за счёт того, что у меня помидоры кислые. Я бы добавила ещё туда сахарку. Но это, правда, очень вкусно. Это очень сытно. Также я подумала, что сюда было бы и мясо нормально добавить. Но это прям уже, знаете, отдельное блюдо. Его даже ни с чем не есть, потому что уже вот тарелочку я съела. Вот такую вот и вполне наелась. Сыр можно добавить. Классно, очень вкусно. Пробуйте, вам понравится. Вчера пока готовила, как я не люблю эту тёрку, кто бы знал. Я вот когда чипсы готовлю, я обязательно поранюсь. Дело в том, что когда остаётся мало, она очень неудобная. И как-то она, знаете, так быстро всё трёт. Она очень-очень острая. Вот я не знаю, девочки, наверное, года три она у меня уже. И ничего никогда не затупилась, хотя я уже всеми насадками пользовалась. В общем, классная штука. Это вот для чипсов. И вчера я готовила рецепт, я вам показывала. И, в общем, как всегда, я поранилась. Ну, ладно, здесь. В общем, я вот здесь вот поранилась так, что с меня кровь прям я три бинта меняла. Но, знаете, у меня, если идёт кровь, то её очень много. Не знаю, как это вот называется в организме, это состояние. В общем, купили пластырь, но купили пластырь, знаете, я люблю, чтобы тканевая основа, чтобы там была марля, прилепила, и всё, да, и держится, и марля есть. Но здесь просто обычная вот такая вот клейкая лента, видите. В общем, я сделала как? Я кусочек марлечки так это скомкала, да, и на ранку, и сверху прилепила вот этим вот скотчем, как я его называю. Всё, видите, вот он даже через эту. Я сейчас буду менять, чистенький делать. Ну, в общем, как-то вот так будем выкручиваться. Раз уж купили, будем пользоваться. Калюнька у меня решил костюм одеть. Я говорю, Коля нашла твой костюм, говорит, мама, давай оденем. Ну, давай оденем. Вот ходит мальчик мой в костюме. 15 рублей зато, видите, как стоит. Рулон. Хотя здесь написано, цинкаоксидный на тканевой основе. На тканевой основе здесь и не пахнет. Всем большой привет. Сейчас буду кушать. Подогрела себе супчик. Сейчас покажу вам, как он. На самом деле, готовила я его для Коли. Он с такими вот, ну, они крупные вермешелька. И они с сосиской. То есть это суп с сосисками. Но сосиски я себе не накладывала, потому что... Хочу попробовать попаститься, сходить. Может быть, вот кусочек попался. Сосиски. Хочу попробовать сходить в храм. Если получится, конечно. На себя не рассчитываю. И поэтому... Очень вкусно. Смотрите, какие здесь буковки есть. В. Я. Паровозик. Давно покупали эти макарошки. Это чисто для Коли. Фью, по-моему, да? Английское. Самолетик. Ну, они такие крупненькие. Конечно, их лучше на гарнир отваривать. Но Калинка попросила у меня супчик с сосиской. Иногда делаем, но редко. Буква А. Ну, такие, конечно, хорошие вкусные макарошки. Честно, уже не помню даже, что за марка я вот покупала. Надо будет еще... Пришли опять в наш парк, чтобы нам полюбилось это местечко. Здесь спокойно. И солнце здесь поменьше. Сейчас вообще, на самом деле, мне кажется, что собирается дождь. Что-то тучки все тянутся, тянутся. Ветра нет. И поэтому процесс замедлен. Но я думаю, сейчас польет. Побежим домой. Все уже ходят без шапок. Кто-то даже практически в шортах. Нет, сегодня действительно очень тепло. На улице хорошо. Градусов 15. Но, как я повторюсь, это все обманчиво. Еще апрель месяц. И буквально еще две недели назад у нас лежал снег. Почва еще не прогрелась толком. Поэтому, мне кажется, еще рановато в такой одежде ходить. Я пальтечко сегодня одела. Ходила в куртке. Решила одеть пальтечко. Сейчас вам покажу. Вот. И в берете я. Мне, в принципе, не жарко. Ну, стоять. Только вот, если я ее туда кину, что я здесь. Я готова. Взяла с собой блокнотик. Это типа как ежедневник. Ну, я как-то, знаете, не любитель особо планировать. Что-то записываю. По чуть-чуть. Еще и на будущий год его хватит. Я сейчас записываю, что мне надо купить в дом. Что мне надо купить в фикс-прайсе. Что надо, то есть в фикс-прайсе, да, отдельно. И что надо купить на этой неделе. Какие продуктовые покупки. Да, что у нас закончилось. Завтра едем. Еще заходила в аптеку. Взяла нафтезин. У нас нафтезин по 11 рублей, 15 миллилитров. Производители разные. Поэтому цены разные. И даже дело не в производителях. Я заметила в каждой аптеке, в каждой сети, если это сеть, свои цены. Странно. Я уже знаю, где можно подешевле купить и где подороже. А что касается больничных аптек, то по моей практике в больничных аптеках всегда все дороже. Ну, бывает что-то по такой же цене, в общем. Но обычно все с наценкой. И вот я, когда ездила лечиться в нашу районную больницу, которая находится в Оренбурге. Мне сам врач, когда прописывал лекарства, она говорит, здесь не берите, потому что здесь большие наценки. Поищите лучше в городе, если знаете аптеку какую-то. Вот. Оренлег. У нас вот в Оренбурге. Многие считают, что это самая дешевая аптека. Нет, это не самая дешевая аптека. В общем, я нашла такой, знаете, аптечный пункт. Это даже не сеть. Он, по-моему, даже без названия, где реально цены дешевле. Ну, вот, например, покупала я лекарство одно за 780 рублей в больничной аптеке. А там это лекарство стоит, например, 650. То есть 100 рублей. Разница минимум. А то даже нет. Даже больше 100 рублей у меня экономия вышла. Ну, в общем, так. Там наценки, там подешевле. Надо, конечно, искать, потому что лекарства везде дорогие. Ну, к сожалению, завтра в тот аптечный пункт не попадем. Нам завтра лекарства надо купить. Мне и Коле. Вот. И попробуем там, где мы будем. Мы еще в другой конец города едем. Ну, если кто из Оренбурга, нам на Липову. Решили домой не идти. Вроде пока дождя нет. Показалось. Сейчас идем на полнитель. Вспомнили с Коленькой? Да. Вот, вожили. Что кошке надо завтра уже наполнитель менять. А мы вчера последнюю дозу высыпали. Ну, так часто наполнитель. Я никогда не меняла кошка. Честно говоря, она одна ходит в лоток. Прям как-то очень часто. В общем, мы на полупути развернулись. Побежали домой. Начался дождь. В общем, пока вы зашли в магазин, он еще больше. Там буквально 2-3 капли. Думаем, пойдем. Пока в магазине не постояли, такую вату купили. Колюнька любит, кстати. Надо будет в фикс-прайсе попробовать. Эта вата стоит 20 рублей. А в фикс-прайсе я показывала. Тут прям такой, знаете, солидная ведерко. Раз, наверное, в полтора побольше этого 25 рублей. Завтра, послезавтра, если найдем в фикс-прайсе, потом... Ну, она видишь, она двойная. Она розовенькая, оранжевенькая. В общем, я иду, мы уже мог начинать. А так, значит, смотрите дальше. Буду вам на улице показывать. Пока я решила показывать там, где есть время. Ну и что, что это на улице? Какая разница? Такие вот жвачки у нас по 5 рублей. Наконец-таки вернулась мода. Еще буквально в прошлом году, летом, я, в общем, в каком-то косметическом магазине нашла эти жвачки. И вам, по-моему, рассказывала, что они сейчас вообще пропали, нигде их нету. Ну, в общем, все стали продавать теперь в магазинах. Вернулась былая мода по 5 рублей. А одну себе, другую Коля. И, Калень, держи вату. Сейчас покажу вам еще. Взяла я такой вот салатик из морской капусты, дальневосточной. Это консервы, подножки, Калень. Это новосибирское производство. 25 рублей. Тоже взяла. Возможно, или, может быть, с огурчиком, наверное, перемешаю, с картошкой отварной. И получится классный постный салатик. У меня как раз все есть. Что покупать больше не надо? 220 грамм. Нормально. В принципе, я думаю, цена. Вот. Все, побежали домой. Вот. Только вчера показывала вам отличную погоду. Первый день. Прямо такое значительное потепление. И тут на тебя, пожалуйста, дожди. Завтра причем тоже обещают дождь, когда нам ехать в город. Значит, нам вообще на дожди везет. Сейчас в больницу надо сходить за карточкой. Колиной. И надо бы еще зайти купить наполнитель для кошки. Ну, посмотрим по погоде. Вроде как дождь не сильный. Вот. Сейчас чаек попью, лекарства тоже выпью. И варю борщик. Поставила кость свиную. Прямо такую. Продается у нас здесь за килограмм 40 рублей. И они не просто кости. Там мяса, в принципе, вы знаете, очень даже немало так для костей за 40 рублей. И прям такие наваристый суп получается с этими костями. Вот. Поэтому будет сегодня вкусный супчик у нас. Хорошие, пришли с магазина. Сейчас были мы в пятерочке. Так. Это наша карточка нам завтра к доктору. Купили вот такой древесный наполнитель. Не знаю, честно говоря. Такой мы не пробовали. Да, он дешевенький. И вот, знаете, какой-то корм я нашла. Такой же серии. Тоже дешевый. 2,8 килограмма древесный. Я вообще покупала ей для котят. Дешевенький. Алиса, по-моему. Он вполне нам нравился. Все подходило. Но я его сейчас найти не могу. Я его покупала в обычных магазинах. Его сейчас нигде нет. В общем, купили в магните такой наполнитель. Хозяйка, вот когда мы покупали котенка, сказала, что она древесным. Малышка в древесный ходит. Поэтому, я думаю, должна она. Точнее, она заметит, конечно, подмены. Но, думаю, этот ей тоже понравится. Так. Вот такой вот сколько? По-моему, рубля 67. А вот этот, но он очень понравится. Понравится. Но здесь 2,8. Мы, по-моему, брали больше. Так. Вот такой вот, смотрите, увидели мы такую вот кэти. Давайте с вами состав почитаем. Мясо и мясные субпродукты. В том числе, кролик, фарш куриный, фарш индейки, рыба и рыбные субпродукты. Злаки, протеины, витамина, комплекс и таурин. Не содержит ГМО. Состав вообще классный. Цена у него очень хорошая. Я вам сейчас чеки покажу. Вот такой хлеб мини-пикник взяли. Есть он темненький хлеб, а есть вот такой вот. И, вы знаете, я даже не думала, что он такой дорогой. Это наш оренбургский хлеб, но он хороший. Так, мои таблетки. Калюнька себе вот такого монстра взял. Так, вот таких вот конфеток я взяла попробовать. По-моему, да, это тоже фирма Аконт. Очень хорошая фирма. Это одна из моих самых любимых кондитерских фабрик, их продукция. Вот такие вот Суфаэль. Калюньки вот такие вот конфетки взяли. Так, давайте с вами по чеку сразу покажем. Корм вот этот стоит 11,50. Актимелька 25,90. Наполнитель 61,99. Такой вот хлеб стоит почти 35 рублей. 34,79. Так, и вот, что я еще купила? А, и конфеты у меня 5 конфет я брала, но они такие не маленькие, они как, ну, как десертики идут. На 46,20. И смотрите, там, когда, знаете, когда заканчивается что-то, идут распродажки. Я взяла вот такое вафельное полотенце, ну, пускай это уже не актуально, ну, как сказать актуально, не актуально. Каждое воскресенье маленькая Пасха. Вот, начнем с этого. Ну, и вообще, вы знаете, вафельные полотенца, они нужны всегда. на кухне. Какая кальточка мне попалась. Ух ты, ничего, принцесса, каданс какая-то, не знаю. А вот такое, значит, вафельное полотенце, сейчас, после Пасхи, да, поскольку это уже не актуально, так его цена, вот, честно, не помню, то ли, ну, больше 50, это точно. Сейчас она стоит всего 30 рублей. У него хорошие, между прочим, размеры, но, правда, петельки здесь нету, смотрите, прям, нет, петельки нет. Ну, ничего страшного, петельку можно и нашить самой. Это, во-первых, это ивановский текстиль. Мам, смотри. Размерчики у него. Сейчас, Калюш, подожди, 45 на 60 сантиметров. За 30 рублей вообще отлично, может быть, потом еще куплю. И вот таких, вот знаете, взяла две салфетки, хорошие салфетки разных цветов. Они стоят по 19, 90, ну, 20 рублей, ладно, по 20 рублей. И, смотрите, разные узоры. Я взяла такие, попробовать, подумаю, куда их приспособлю, может быть, на кухонный стол. Также думаю, наверное, на микроволновку я застелю одну, потому что у меня там постоянно, ну как, вот у меня на микроволновке лекарства в основном и какие-то эти, печатная продукция, да, канцелярская продукция. Вот. Если понравится, куплю еще, потому что у нас они уже лежат, я их уже не первый день. Ну, они, как бы, видите, они не толстые, но за 20 рублей, я считаю, вполне хорошие, красивые салфеточки. Ну, все. А, ух ты, это тоже конфетка, да? Видите как. И смотрите, я взяла еще колбаску, это уже в отдельном магазине, хорошая колбаска, там вот наша мясная продукция продается. Вот такой вот батончик, я даже не знаю, как она, она, видите, даже без названия. Да, она обычная палка. Обычная палка колбасы, действительно. На 90 рублей пришла, хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова